Все мы знаем, что воспитание детей является фардом для каждого родителя, но, к сожалению, вот этот фард или вот это вот большое амана, почему-то мы большинство родителей, так сказать, или большинство пап, особенно отцы, воспринимают как будто просто обеспечением, а именно конкретно воспитанием уже должен заниматься как будто только мама. Ну, я бы хотел, во-первых, первый вопрос у меня, я хотел бы как раз задать такой вопрос, насколько важно заниматься воспитанием своего ребенка, иншалу. Во-первых, да, часто такое бывает воспитание с точки зрения, если как обучение, как обучение, аль-хамдуля, нашей религии, обучение ценностей нашей религии, аль-хамдуля, часто раздается такой вопрос, то есть почему, то есть именно с детства мы должны их обучать, почему мы с детства должны их воспитать, почему нельзя там как бы, ну, дать им возможность как бы прочувствовать это детство, пускай как они растут, так они растут, а потом уже, когда вырастут, сами возьмут эти науки и так далее. Во-первых, воспитание в исламе, воспитание, аль-хамдуля, через образование, через знание. Во-первых, когда мы, так скажем, воспитываем своих детей через науку Кур'ана, через, аль-хамдуля, призму ислама, в этот момент наши дети растут правильно, то есть так, как должно быть из природы, извините, звонки тут сбивают, то есть они правильно растут. Аль-хамдуля, наши дети растут перед нами на наших глазах, аль-хамдуля, именно так это должно быть. И, аль-хамдуля, они растут в имане, растут, аль-хамдуля, в вере, растут в богобоязненности, тем самым приближаются к Аллаху, субханалу ва-та'але, особенно, как в сегодняшние дни, то есть, субханалу, бывает много, что там дети на улице берут какие-то для себя примеры, потом какие-то плохие вещи и так далее. Поэтому, если мы изначально, здесь, аль-хамдуля, обучаем, именно через призму ислама, через кур'ан, через сумму, посланник Аллаху, саллаху алейхисалям, тем самым они правильно воспитываются, и, аль-хамдуля, воспиты себя верой в имане и приближаются к Аллаху, субханалу ва-та'але. Также, если с детства, аль-хамдуля, мы их призываем к заученному кур'ану, с детства, аль-хамдуля, призываем к этому воспитанию, то тогда знаем что у ребенка то есть его разум он чистый и сердца их чистые ахамдуллах сердца наши это подобно как сосуды он должен чем-то быть заполнен поэтому вот эти чистые сердца нахамдуллах детства они заполняются нахамдуллах Кураном любви к Курану и так далее поэтому Хасан Басри рахамдуллах говорил предоставьте нам своих детей то есть дайте на обучение нам своих детей поистине их сердца более чище и также они быстро запоминают также почему мы с детства должны переливать им вот эту любовь к Курану любовь к нашей религии и обучать их Курану потому что мы также наша умма она нуждается в проповедниках которые будут призывать к Аллаху поэтому с детства они вот эти плоды должны прочувствовать должна быть часть с детства чтобы уже когда они выросли были из тех людей которые призывали к Всевышнему Аллаху так как призыв это является обязанностью на каждом из верующего человека Аллах в Куране говорит скажи поистине это мой путь который я призываю к Аллаху посредством знаний и когда Аллаху с детства ребенок обучается Аллаху мы сказали то что он быстрее запоминает его сердце оно более чище этот сосуд заполняется Аллаху полезными знаниями то уже когда он вырастет ему будет намного легче вот даже посмотреть например часто бывает тоже как Пророк Мухаммад сказал Аллаху обучайте своих детей молиться когда им в семилетнем возрасте и когда они достигают десятилетнего возраста если не молятся то ударьте имеется ввиду не бейте то есть замахлите чтобы уже как ты можешь оставить свой намаз и разделяйте мальчика с девочкой в постели в этом возрасте девочка например когда она так скажем достигает вот этого возраста то в этот момент она понимает что ей надо и сегодня уже одевать хиджа и для него как-то тяжело будет этот первый день взять и одеть хиджа поэтому с детства нужно к этому прививать чтобы когда они уже подрастут это было для них как легко как обыденное и альхамдуллах именно прививать любовь к сердцам также именно посредством Курана обучение Курана обучение религии то есть сегодняшние дни это дни страсти когда много есть очень все изобилие когда много там по интернету там соцсети и так далее много сомнительных вещей а сколько вот даже например мы знаем наши братья и сестры были на прямом пути вместе с нами молились и так далее потом оставили это и даже призывают к этому или девочка как сейчас вот часто блогерщик в последнее время очень много пошло это альхамдуллах и тогда потом намаз читает альхамдуллах и тогда приезжают снимает хиджаб и еще призывает к этому вот я еще пока не готова я хочу чтобы это было сердце еще баха некие сомнения им попадают сердце и последнее посмотреть это очень много и чтобы вот в эти времена сегодняшние дни когда много так скажем страсти когда много неких таких сомнительных вещей чтобы они с детства уже обучение в религии альхамдуллах обучения Курану это будет призвать их к ним чтобы их стопы были крепкими на пути Всевышнего Аллаха они нуждаются в знаниях таква богобоязненности который сможет их альхамдуллах стопы укрепить на пути Всевышнего Аллаха альхамдуллах и поэтому Ибн Джама'а Аль-Кинани говорил если мы видели в ребенке некую такую проницательность то есть разум ум то есть которые вот и способны дети то мы хватали его просто-напросто свои руки и не отпускали пока он не становился ученым почему так альхамдуллах потому что эти они знали Ахмед Аль-Аль-Айбель Абфаль то есть они понимали насколько важно именно с детства приучить детей давать им религиозные знания они понимали то что наступит очень быстро наступит день когда этот ребенок станет если это мальчик мужем если эта девочка станет она супругой станет отцом и вот эти финары вот эти вот плоды которые здесь мы должны альхамдуллах прививать нашим детям плоды они получат когда уже подрастут Я надеюсь это как-то иншаллах обязательно подтолкнет наши сердца разбудит наши сердца потому что именно вот летом когда многие дети уходят на каникулы почему-то как будто мы и взрослые то же самое вместе с ними уходим на каникулы и вообще забываем про воспитание про то что им обучать надо чему-то да мы стараемся какие-то лагеря им давать детские какие-то чтобы они что-то изучали но при этом сами минимально уже касаемся воспитания